На Петербургском международном экономическом форуме АвтоВАЗ представил свою новую модель Лада Искры в кузове седан. Позже появятся Универсал и Кросс Универсал. Именно в этом составе будет представлено новое семейство автомобилей Б-класса. Искра будет чуть крупнее Гранты, но меньше Весты, и ценовой диапазон, соответственно, дороже Гранты, но дешевле Весты. В самой бюджетной комплектации седан будет стоить примерно 1 миллион, 1 миллион 200 тысяч рублей. Искра не является новой Гранты или ее преемником. Гранту будут выпускать параллельно с Искрой, но через 5 лет она вытеснит Гранту с производства. В первые годы производства АвтоВАЗ рассчитывает выйти на объем продаж в 70-100 тысяч автомобилей Лада Искра. Серийный выпуск в Тольятти начнется в феврале 2025 года. Изначально Лада Искра проектировалась на глобальной платформе CMFB, она лежит в основе нового Логана. Но в связи с уходом Рено АвтоВАЗ доработал ее, заместил компонент и нашел новых поставщиков. Разработка и запуск производства модели обошелся в 23 миллиарда рублей. Моторная гамма включает двигатель объемом 1,6 литра мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатую механику, а также 1,6-литровый ТВС на 106 л.с. в паре 6-ступенчатой механикой либо вариатором. Передняя подвеска стоит типа Макферса, сзади балка. На первый взгляд внешность Искры очень похожа на обновленную Ладу Веста, особенно передней частью. Но у Искры иначе выполнены фары и фонари. А у седана в задних стойках нет форточек, на их месте стоят декоративные пластиковые заглушки. Лада Искра была представлена в топовой комплектации с 16-дюймовыми дисками, черными зеркалами, на которых есть выступ для камер кругового обзора и черной крышей. В интерьере стоит кожаный трехспицевый руль с кнопками и крупный экран медиа-системы. На представленном образце есть электронная система контроля устойчивости, передний и задний парктроник, подогрев передних сидений и лобового стекла. Друзья, как вам внешность новой Лада Искра? И как вы считаете, автомобиль будет пользоваться спросом в России?